Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Приглашаю вас снова на прогулку в Паду. Сегодня тепло, сегодня светит солнце. И сегодня, наконец-то, я, да и многие модницы, надели пальто Тедди, надели пальто Чебурашка, так как его, в общем-то, принято носить, как оно изначально предлагалось. Вот таким образом носится пальто, оно как будто бы накидывается, как будто бы как банный халат. Да, многие сравнивают это пальто с банным халатом. Оно и было вдохновлено банным халатом. Историю об этом я рассказывала в другом видео. Ну что ж, я сегодня встретила неожиданно для меня много стритстайлеров, которые, к тому же, согласились попозировать. Я очень-очень им признательна и очень-очень рада. Сегодня я встретила даже несколько известных персонажей. Расскажу об этом чуть дальше. Ну что ж, посмотрим, как одеваются итальянки и итальянцы в преддверии теплой погоды, потому что сегодня погода действительно порадовала. Помимо того, что было очень и очень солнечно, было также достаточно тепло. Насколько тепло? Примерно плюс 6 градусов. Моя зрительница, большой привет, написала мне, что купила для себя кожаные брюки. И это оказалось неожиданно хорошей функциональной вещью. Я хочу обратить ваше внимание на то, что кожаные юбки, кожаные брюки прекрасно со всем сочетаются. И был даже стритстайл посвященный таким компоновкам. И снова показываю вам яркую сумку, потому что я люблю, очень люблю яркую обувь, а также яркие сумки, да и вообще яркие аксессуары. Шарфы, платки – это то, что, на мой взгляд, украшает любой образ. Кто-то из моих зрителей, причем неоднократно, в комментариях обратил внимание на то, что итальянцы, помимо того, что очень неспешно ходят, и я рассказывала, что для итальянцев опоздание – это не проблема, но также кто-то мне написал, это действительно так, что итальянцы не смотрят в мобильные телефоны. Они практически все без гаджетов, а тот, кто держит мобильный телефон, использует его по прямому назначению, то есть разговаривает. Это действительно отличительная особенность. Увидеть итальянского родителя, что маму, что папу, уткнувшегося в мобильный телефон – крайне-крайне сложно, это такая редкая ситуация. Так же, как если мы посмотрим просто на площадь настоящих или посидящих на скамейках людей, мы редко увидим людей, уткнувшихся в гаджеты. Они, как правило, смотрят по сторонам, они, как правило, смотрят на других людей. А вот и обувь, о которой я говорила в недавнем видео, где показывала свои покупки с большим количеством перепонок. Эта обувь, мне кажется, очень необычная, очень красивая. Я чуть себе не купила подобные туфли, но они были слишком на высоком каблуке для меня сейчас. А туфли, которые мне нравились, сейчас стоят 138 евро. А вот и любимый итальянка Меллиопард. Эти туфли Dolce & Gabbana, классическая итальянская фирма-производитель, стоят эти туфли чуть меньше 500 евро. Сегодня я уже показала вам, как я одета, я снова в тедди. И хочу сказать, я просто даже не знаю, как я забыла, о такой очень-очень выигрышной для тедди компоновки, для тедди любого цвета, исключая яркие цвета, как предложила Максмара в этом сезоне. Это яркая фуксия, это насыщенный голубой цвет. Хочу сказать, что все спокойные цвета очень-очень хорошо сочетаются вот с такой полоской. При этом полоска может быть любой ширины. Почему-то сочетание черной полоски, именно черной классической полоски, не синий. И вот такого белого, либо молочного. Очень-очень хорошо, очень комплементарно смотрится стедди. Также стедди хорошо очень сочетаются, так называемые, любимые мною дресс-кодовые компоновки. То есть классические брюки, брюки со стрелками, белая рубашка, плюс свитер, пулловер, либо пиджак. Будут очень хорошо смотреться стедди. И грубая обувь здесь предложена, но если мы выбираем так называемую классическую компоновку, я пробовала носить со спортивной обувью, смотрится очень хорошо. Поздороваемся с витринистом, который оформляет витрину. И также хорошо очень смотрится тедди, прямо-таки с классической обувью, мужского типа. И снова витрина H&M. АКМ, как ее называют здесь в Италии. В каждой стране, на мой взгляд, называется эта фирма по-разному. И хочу сказать снова, мне очень понравилась витрина и оформление. В прошлый раз я показывала горох плюс горох, юбка плюс свитер в горох. А в этот раз мне очень-очень понравились все ансамбли. В данном случае мне очень нравятся под пиджак худи с капюшоном. И мне очень нравятся леггинсы. Это именно леггинсы вот такого интересного принта. И также, на мой взгляд, очень красиво, опять же, обращаем внимание на спортивную обувь, вот такая летящая юбка черно-белого принта, плюс черный простой базовый свитер. И снова очень низкие уги. Я уже обращала на них внимание. Я их раньше не видела. Возможно, их выпустили только в этом году. И итальянки надели эти уги, которые очень похожи на тапочки издалека. Надели их очень охотно. Я уже говорила, что, на мой взгляд, здесь, в Италии, это прямо-таки наступающий тренд. И в следующем холодном сезоне мы увидим большое количество таких уг. Широкие брюки. Безусловно, фаворит этой зимы и этой осени. Это совершенно точно. Но могу сказать, что и в этом стритстайле, и в начале видео уже мы видели широкие брюки из-под пальто, брюки прямо-таки в пол смотрятся действительно очень и очень красиво. И вообще, я присмотрела их с широким брюком. Они хорошо смотрятся не только с пальто, но и с шубой. Где-то этот образ обязательно будет чуть дальше, либо в другом видео, в следующем видео, которое будет сформировано из того, что я отсняла сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Ну что ж, дорогие зрители, мне кажется, чувствуется, что весна-весна близко, и я с нетерпением жду наступления действительно теплых дней, солнечных дней, когда стритстайл снимать будет одно удовольствие, еще не жарко, но уже не холодно. К тому же, вы, наверное, обратили внимание, насколько иначе, насколько более выигрышными смотрятся любые аутфиты и люди сами, когда я снимаю их вот в таком солнце, солнечных лучах, и насколько менее выигрышными смотрятся все компоновки, когда люди тут же заходят в тень. Желаю каждому зрителю, кто посмотрел это видео, найти вдохновение для себя, найти что-то интересное для себя. Я же на этом с вами прощаюсь. Увидимся очень скоро на стритстайле, либо на разговорных видео. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Хорошего настроения и хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok